Не спрашивайте у Господа, почему вот так, почему, почему, не почему, а зачем, для чего вот так. Прочитала сейчас 12 главу 2 послания Коринфянам. Дух Святой через апостола Павла проговорил мне прямо так глубоко. Ведь я часто, часто говорю, что Господь осыпает меня откровениями. И это правда, и это правда, и я благодарна Ему за то, что Он открывается мне, все время открывается мне. Ну что пишет Павел здесь? С первого стиха. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Аминь. Я молюсь уже не один десяток лет за определенные вещи, касаемые моей семьи. И пока нет плода, нет результата, а я верую и вижу уже то, о чем прошу, это совершилось. И не перестану молиться. И не перестану молиться. Я уже достаточно долгое время, когда получила, не один год получила откровение, что я овца в Крапину, что я овца Иакова. Что Господь окропляет нас. Мы как меченые. Это печать живого Бога на детях, рожденных свыше, на людях, рожденных свыше. И далее уже приобретаем мы семью Божию. Мы входим в Церковь Христа, в Его Церковь, будучи окропленными, очищенными. Но процесс это долгий, долгий. И я была, я знала это место из Писания, я знала, но я всегда провозглашала, что нет ко мне доступа лукавому. Ведь я в Крапину, я окропленная, я твоя дочь, Господь. Это защита, кровь Христа защищает. Но сегодня, вернувшись к этому тексту, я понимаю, что да, кровь Христа – это защита. Это и искупление нас, это и здравие наше, всецелое здравие, и защита от лукавого. Но Господь допускает, и если допускает Господь лукавого, чтобы происходили все эти, как написано, немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен, я все это испытываю, все годы, все годы, включая нищету было и такое, полная нищета была. Но с двумя маленькими детьми, полная нищета. И мы прошли это все. Это все для славы Божией. И тут же вспоминаешь Иова. Такой пример нам, живущим сейчас, читающим. Ведь Иов тогда не знал, чем все это закончится. А мы сейчас читаем, и мы знаем, мы знаем, чем закончилась история Иова. И я не сдамся. Я буду молиться. Я верю. И верю в невидимое. Ибо вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я жду. Я жду, а Господь являет свою силу через меня за то, что я в своих немощах сильна. Всегда сильна. Ибо Дух Святой со мной и рука Господа Бога всегда держит меня. Оконы Твои надо мною. Руководи меня, Господь. Руководи меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...